Друзья, привет! Помните сюжет про Белую Гранту? Так вот, вышла новая серия, и она еще интереснее. Но уже не про Гранту. Теплый, нормальный, хороший. И пыли нет совсем. Кидать уголь Светлане Викторовне тяжело. Обычно этим занимался сын. Парня мобилизовали в сентябре. Раньше она запереживала, как теперь пережить зиму. Не знала даже, как заказывать доставку топлива для своей печки. И тут вмешалась районная администрация. Неожиданно, но очень приятно. Нам привезли уголь. 5 тонн. Уголь очень хороший. Хорошо горит. Тепло от него долго держится. Но 5 тонн вообще-то нам хватает на зиму. Угля привезли. Ну и хорошо. Ну и слава богу. Посмотрите, какой антураж. Замечательный домик такой деревенский, деревянный. Окна пластиковые даже вставлены. Пенкой так заботливо все вокруг залито. Правда, как это называется, наличников нет. Но это ничего страшного. А уголек-то? Уголек-то хороший. Привезли бесплатно. Сын уехал. А здесь подарок такой. Уголь. Действие происходит в Сибири. Это ужур. Край, который, по идее, должен быть газифицирован. То есть я до конца зимы уже обеспечена топливом. Просьба о помощи. Изначально обратились жены нескольких мобилизованных. Мужской помощи сейчас нет. У нас и отца, получается, забрали по работе тоже. И мужа мобилизовали. Как бы мы сами все теперь только делаем. Всю зиму можем не переживать. Но вот здесь уже видно, дом получше. Но женщина тоже радуется. Уголек привезли. Теперь будет, чем такой кирпичный дом протапливать. А то, что мужа забрали и отца забрали. Но уголек-то привезли. Потому что дома может быть холодно. Или где искать бегать уголь, кто привезет. Так что с этим хорошо нам подсобили. Хорошо подсобили. Вот такие бошки угля привезли. Долго будут гореть. Долго будет тепло. Бывал я, друзья мои, как-то в Ужуре. Плохого про город ничего не хочу сказать. А хорошего, если честно, не получается. Да, Ужур это такой городок. Простите меня, жители Ужура. Но деревенского типа. Больше похож на ПГТ. И был бы он немного поменьше, он бы и был ПГТ. Но имеет статус город. И вот местные жительницы довольны. Уголечек. Уголек. Да бесплатно. Организацию развоза угля взяли на себя администрации Ужурского и Балахтинского районов. А помочь с топливом вызвалась компания Сибуголь. Всего с предприятия развезли 890 тонн топлива. Да, вот посмотрите, так по-деревенски. Вот эти недогалоши такие. То ли полипропиленовые, то ли как. Ноготочки, тот же маникюрчик, уголек. Кадр очень красивый. Вот хоть картины пиши. Решение о поддержке населения принимали акционеры Сибугля. Генеральный директор отметил, что 5 тонн на семью – средняя цифра. Все дома и печи разные. И если вдруг кому-то не хватит, по дополнительной заявке могут привезти еще. Благодарные жители районов обсуждают это и в... И вот дальше в этом сюжете показывают сам Ужур. Просто, чтобы не думали, что я наговариваю, вы посмотрите, какие пейзажи. Как красиво выглядит одна из Ужурских улиц. Асфальта, правда, нет. Да, ничего страшного. Скоро земля замерзнет, снег выпадет и все будет хорошо до следующей весны. Вот они, такие домики. Это как раз показывают. Газовых труб мы не видим. Кстати, обратите внимание, крыша у дома такая рыжая. В Ужуре, я вам честно скажу, это норма. Там очень многие крыши рыжие. Почему, как вы думаете? Напишите об этом в комментариях. И также в сюжете рассказывается о том, как в комментариях люди пишут и благодаря. Благодарные жители районов обсуждают это и в соцсетях. Отзывы самые добрые. Вот это и есть. Вместе мы сила. Молодцы. Хорошая новость. Вот это я понимаю. Это правильно и уважительно. Спасибо. Дай вам бог процветания. Молодцы. Уважение. Своих не бросают. Спасибо вам большое за то, что углем помогли. Да, на самом деле это хоть какая-то помощь, но только почему-то жители Ужура до сих пор не говорят властям спасибо за то, что газ провели. А это все-таки город. И да, вот посмотрите, как он выглядит. Это как раз то, о чем я вам говорил. На кадрах это показали. Замечательный сюжет. Возможно, конечно. По накалу он белую гранту не переплюнет. Но я думаю, это далеко не последняя серия этого сериала. И да, неудивительно, что жители Ужура радуются бесплатному углю. Дело в том, что появилась такая информация. Это новость из официальных российских СМИ. Эксперты сообщили, что реальный размер пенсии россиян сократился на 2,6%. Пенсионеры постепенно беднеют. Работающим пенсионерам, как я уже рассказывал, индексации нет и не предвидится. Ну а тут хоть уголек. В то же время наш замечательный президент рассказал, кто же пьет кровь у людей. Спойлер. Не власти. Прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшую сумму кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход. Но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки при всем уважении к нашим финансовым институтам кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить. Кто-кто-кто пьет кровь до гробовой доски? А, банки. Я, конечно, не буду сейчас спрашивать, чьи друзья управляют банками. Но Путин говорит про небольшие кредиты. А позвольте уточнить, Владимир Владимирович, для чего люди берут эти кредиты. Кто-то берет кредиты на уголь, кто-то берет кредиты на дрова, кто-то уже берет вот эти микрокредиты, чтобы дотянуть до следующей пенсии. Это не шутка, это не преувеличение, это факт. До гробовой доски, говорит, Путин высасывает. Владимир Владимирович, так вы найдите деньги, проиндексируйте пенсии до высшей инфляции. И не просто на полпроцентика вы повысите нормально. В том числе и работающим пенсионерам. Люди-то налоги платят в казну. А, ну да, это же все банки виноваты. Также Путин потребовал следить за ценами на автомобили в России. В сфере автомобильного производства, конечно, добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей. В сегодняшних условиях. Путин потребовал следить за ценами. Да, знаете, есть у нас такая профессия в России. К снижению цен призывать. Предполагаю, что одним из любимых фильмов Владимира Владимировича является фильм «Ирония судьбы» только в фильме. Раз в год под Новый год была традиция в баню ходить. А здесь Путин завел традицию раз в полгода требовать снижать цены на автомобили. Предыдущий раз он требовал сделать цены на автомобили ниже 16 июня 2022 года. Как раз полгода назад. И, конечно, это все показывают по телевизору, но люди телевизору уже верить перестают. Появилась информация о том, что ток-шоу Соловьева на «России-1», Ольги Скобеевой, в том числе ток-шоу на «Первом канале», вылетели из топа 10 программ по охвату зрительской аудитории. Это следует из данных «Медиаскоп» за неделю с 7 по 13 ноября. Люди уже устали слушать это вранье. Даже те, кто верит телевизору, все меньше и меньше и меньше ему доверяют. И тут внезапно, как гром среди ясного неба, в прямом эфире сказали правду. Не поверите, но это так. Озарение какое-то нашло на пропагандистов. Прозрели, наконец-то. Или рейтинги упавшие поднимают. Давайте пойдем национализируем. Пойдемте национализируем. Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас станут сапсаны. Вот завтра станут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах, что ли? Не на чем у нас... Да как? Если сапсанов не будет-то, на чем Попов ездить будет? Да на своем Мерседесе. Вот такой примерно Мерседес у Попова. Судя по официальным данным, по официальной декларации. Так что если не будет сапсанов, Попов не особо-то и расстроится. Не на чем у нас ездить. Но надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Мы с вами, что ли, к этому привели? Давайте, я не знаю, к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте. Кого-кого надо к ответственности там привлечь? Тех, кто к этому привел? Знаете, при расследованиях разных коррупционных делишек, главное не выйти на самих себя. И Попов говорит, надо кого-то привлечь. А кого? Второй вопрос. А мы, что ли, в этом виноваты? В том числе вы. Вы все эти годы вещали, как там плохо в Америке и в Европе. На проблемы в стране вы внимания не обращали. А сейчас вы запели, ой, а почему-то в стране ничего своего нет, поезда встанут. Да, и поезда встанут, и Мерседес встанет, потому что обслуживать в случае чего будет нечем. И вот у меня такой вопрос, друзья мои. Как вы думаете, Путин смотрит эти передачи? Многие же пожилые люди смотрят телевизор. Я думаю, что президент не исключение. И если он все эти годы смотрел передачи Соловьева, Поповой, точнее Попова со Скобеевой, да какая разница? И они рассказывали про загнивающую Европу, а про проблемы России не говорили. Скорее всего, да, действительно, у него сложилось такое ощущение, что у нас в стране все хорошо, а вот там где-то пора навести порядок. Так что кто в том числе в этом виноват? Но от этого не появится Сапсан сейчас новый. Самолет не появится. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас все западное. Пожалуйста, национализируем сейчас. И что делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Простой вопрос, ответа нет. А так, конечно, все с вами согласны. Друзья мои, так мы же с вами разговаривали об этом еще в конце февраля, в начале марта. Про подшипники я вам рассказывал, да много про что. Матвиенко тогда про гвозди говорил. И только спустя столько времени до них наконец-то дошло озарение, просветление. И вот Попов говорит про Сапсаны. Сейчас я хочу вам показать видео. Сняла моя подписчица для зрителей канала. Пишет. Здравствуйте, Антон. Это Тверская область, Балаговский район, поселок Березайка. Находится в 15 километрах от города Балагуя. Расположен на железной дороге Москва-Санкт-Петербург. Это как раз та дорога, как замечает подписчица, где пролетают эти молниеносные Сапсаны. На кадрах вы сейчас видите здание бывшей амбулатории, поселка. Здание не закрыто, как пишет подписчица. Не укреплено, жуткая антисанитария. В этом году, как она говорит, загоралась уже крыша. И вот она рядом, эта железная дорога, все так. А почему же так произошло-то? В Сапсаны у нас встанут. Так вот этот поселок находится меньше, чем в 400 километрах от Москвы, между Москвой и Санкт-Петербургом. Между самыми крупными городами страны. Культурной столицы и просто столицы. Это не какой-то отшиб, это даже не Сибирь, не Урал. Это вот он, рядышком, под боком. Но почему-то на это никто абсолютно не обращает внимания. Или вот, допустим, Волгоград, город-герой Сталинград. В Волгограде решили снести огромную недостроенную больницу, как сообщают местные СМИ. А почему? Потому что ума ей дать не смогли. Пишут, что готовятся снести целый больничный комплекс. Вы его сейчас видите на фотографиях. Комплекс-то не маленький. Его строили больше 10 лет, положили огромное количество денег. Но, как сообщается, потом СССР распался. В советское время пытались это все построить. А в российское время решили снести. Ума не дали, не смогли. Но не увидите вы этого по экранам федерального телевидения. И здесь стоит добавить только одно. И теперь же для поднятия настроения. Небольшой ролик. Камеры видеонаблюдения в Мурманске засняли ограбление века. Не ищите здесь какого-то особого смысла. Просто хочу вам показать грабителей, которые вовремя одумались. Одумались. Ну как одумались. Шел мужик по Мурманску. Увидел издалека медвежонка, залетел. А что у вас за медвежонок такой? Вроде бы все хорошо. Никакой стрельбы, ничего. Никаких мешков на голову, масок. Все по-мурмански. Это, оказывается, был хитрый план. Один из мужчин заговаривает женщине зубы. И следом аккуратно в магазин заходит второй. Подельник, значит. Пам, па-бам, 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 па-бам. Сфальшивил, па-бам. Опа. Опачки. Опа. Камеру заметил так. Так, мыслительные процессы. Тру-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ага, что же делать? Столько денег, столько денег. Ммм. Надо бы вернуть. Посмотрел, посчитал. Вернул деньги назад. Погладил цветочек. Посмотрите, какой. Видимо, хотел супруге. Подарок сделать, зайти цветы купить. Вот такое нелепое ограбление произошло в Мурманске. Да, есть у нас в стране сверхразумы. И да, они являются той самой частью национальной идентичности. Мы ведь русские. Особая цивилизация. Делитесь роликом. Не забывайте подписываться на канал, так как это очень помогает в распространении информации. А с вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь.